Так, поближе, чтобы слышно было. Некоторые не знают устав, не считают устав деревенский. Некоторые не считают устав деревенский. Там написано, от общих работ не зарекаться, не отрекаться. Вот здесь как только заворачиваем, сразу ехать-то, и сразу одна ямка. Мы ее прозвали Яма Глушкова. Ничего не стоит, Игорь, у тебя все данные. Крепкий, здоровый парень. Воду немножко выщерпать и дальше землей засыпать. Ну что-то сделать надо, от общих работ не зарекайтесь. Иначе пройдет это мимо. Яма Глушкова, а теперь будет дорога Глушкова засыпать. Ну что, зайди, посмотри, ну нехорошо. Вот вы смотри, сколько мы сделали-то здесь. А сегодня еще ямка. Так, и второе. Это двунадесятый праздник, хотим мы это или не хотим, но он двунадесятый был и будет в православии. Нерабочий, кроме одного, кто уборкой занимается хлебом. Но если этот день падает на воскресенье, и на него падает. Воскресенье неприкасаемое круглый год, если хотите быть благословенными. Хорошо слышишь? Слышу хорошо. Еще он говорит? Хорошо слышит. Хорошо слышит. Ты сам знаешь, что благословение Бога, это и погода, и все тебе Бог даст. Мы за тебя молимся. И ты видел, как тебе Бог внезапно помог. Когда ясно, что ты смутился, заволновался, когда у тебя склад начал разваливаться там по сторонам-то. И в один день, самое главное, батюшка встал и подумал, надо Игорю сказать, чтобы обратился к лагерным. А я только встал на молитву, сейчас пойду к Игорю и скажу, что лагерные придут. Батюшка говорит, а как узнали? Это мысли мои передали, я говорю, молитва. И все сделали, шесть пасынков. У меня половина пасынка еще на дворе лежит. Сейчас листья я убрал, там нашел еще. И там обошел степь, еще четыре пасынка нашел. Поэтому воскресенье не прикасаем. А сегодня как вот, ну разведрится, если тебе очень нужен помощник, он согласился, сзади тебя стоит. Никита Андреевич. Крепкий, сильный, быстро бегает. Так, я попутно сразу скажу. Подошла матушка сейчас и говорит, жалуется. Иосиф берет у меня, у них там блоки какие-то. Иосиф, что за блоки? Какие ты, Иосиф, блоки там берешь? Пока не ушла, матушка, объясни. Потому что я не хочу идти к тебе, хочу, чтобы... Блоки такие большие, цементные, под печку ложить, под фундамент. Кто-то взял, открыл их и, значит, увез почти половину. О чем она говорит, я не пойму. Большие блоки хорошие взял, навоз заложил. Они тебе нужны. Должен быть мир и любовь, и справедливость. Вложил блоки в навоз. И теперь оттуда я не могу вытащить. А у меня печка без фундамента, и печки ни одной нет. А о чем она говорит, ты понимаешь, нет? Ну, представляю. Ну, надо устранить это. Я не буду вмешиваться. Я знаю только любое вот это волнение. Главное, чтобы не было препятствия в молитвах. И когда один и друг другого что-то имеют, он не может молиться, он даже не понимает человек. У нас тут было, не буду ходить, потому что Игнатий ходит, занятия ведет. Я говорю, все. Я уехал, Витя ведет. Он стал ходить? Нет. Батюшка стал вести ходить? Нет. Это отговорка одна. У нас тоже появился житель, который не будет ходить, потому что я там. Малое обличение не держит. Там ничего нету. А ты найди обличающих тебя. И написано, найди такого воспитателя, строжего которого нет во Вселенной. Меня же обидели. Уничтожили мою, говорится, кошку. И на меня же обижаются. Удивительное дело. Вообще. Это не один уже человек так. Молчать мы не должны. Потому что это гибельно. Иезекииля 3.18. Ты видел согрешающего. Ему не сказал. Он погибнет. Но его кровь я с тебя взыщу, Бог говорит. А если ты пришел, ему сказал, но он нельзя. Он погибнет. А его кровь на его голове. Так? Так. Все. Поэтому я в этом вопросе, как один человек сказал, я чист от крови вашей. Я сказал и отошел. Где мы могли, тут помогли. Вы видите, ребята работают как? По теме, о которой мы говорим. Вопрос понятен? Сегодня не рабочий день. Займитесь Словом Божьим, посещением больных. У нас разрешается сходить по ягодам, по грибам, на рыбалку. То есть выход-то есть какой. Побыть вместе. Это так хорошо. Кроме одного человека. Потому что, ну, иначе по-другому нельзя. Никак. А вот почему вчера вечерний не было? Батюшка объявил, будет вечерний. Нет, не было. Я поехал к Игорю. Я пришел узнать. Приехал. Додовой праздник. Я сейчас объясняю. Я приехал к Игорю Александровичу и спросил, будет? Он говорит, не будет. Я еще буду спорить. Мне зачем? А надо объявить. Как объявлять, когда сказали, есть старшая? А где, где объявляли? Что не будет-то? Да. Где объявляли? Нет, не объявляли. Там областные здесь люди. Значит, кто-то уехал. Из-за них некому читать. И прекратили это. А это я слышала, батюшка, будет это. И все. Мы пришли, старый и малый, за вечерний. И ждем. Зажгли свечи и нету. Он все побыл. Пошли уже-то. А кто отменил? Игорь говорит. Он не отменял. Видимо, он знал просто. А что он будет отменять-то? Это крыло потерял. Вечерний и утрний. Два крыла. Если ты пришел за утро, крыла нету. А с одной крылью не влетишь. Все, простите меня, ради чего сказать. Ничего, ничего. Так меня сейчас еще толкаешься. Все, все, я ушла. Ты на меня сердишься или что? Нет, я не ушла. А то так толку, я чуть не ушел. Нет, нет, нет. Мне только думать так вот. Ну ладно. Ладно, хорошо. Прошу прощения, благословение. Слава Иисусу. Да. Господи, помилуй. Так, ревность бывает и по рассуждению. Но мы благодарим Бога, что она и есть, ревность эта. Что об одном крыле этого нигде не сказано. Поэтому все были заняты. У меня интересный случай вчера. Знаете, у меня был Тимоша, которого они разведены. А сына присудили ему, Михаилу. И мать Светлана. И она подала в прокуратуру тут прошение, что делает гимнастику на траве. Я говорю, на Вадима пока стоять не можем. На траве гимнастикой. То есть, ну мы молились. И вдруг что-то там произошло. Она просилась на 16-й, кажется, вот число приехать. Вчера звонит. Он сам заболел. И трубку я передаю ей. И она говорит, я бы так хотела, но теперь только в сентябре. Я говорю, у нас очень трудно там встречать, провожать. У меня нет транспорта никак. Ну я только хотел приехать попросить прощения. Вообще. Попросить прощения. Я говорю, летом с сыном не меньше, чем на месяц. Тогда разговор будет другой. Так прощайте меня, я говорю, я ничего и не имел. Ну, прокуратура осмотрели. Самая прекрасная встреча была. Разошлись, мы все засняли это. И вдруг она вот такое говорит. То есть молитва. Вот у меня вчера две кошки потерялась. Больная, которая там укушенная-то, она ноги-то перекушена, она не может ходить как следует. И которая бегает где-то. Все, нету. Поехал вокруг, объехал, спрашиваю. Нигде нету. Нету и жалко. Я залез на Голубятню. У меня там место хорошее, Лестовка. Я там помолился. Слажу оттуда, подхожу домой. А уже после обеда. Больная лежит на крыльце, а по огороду, по траве скачет в узках. Даже в маленьком таком, я опять на молитву, Господи, как хорошо, что ты живой Бог. И можно просить. Я поеду, объехал вокруг. Люба, ты не видала. Ну, никто не видел, нигде нет. Кто-то там. Видите как, когда мы просим. У меня тут с одним человеком были, я все время его в молитвах поминал, упоминал. И вот сейчас изменения, наш деревенский такой. Юный человек, и видно, что травят его, и он все вот так это. Сейчас едет, здоровается, помогает, гляжу, все. Мне хоть молитва не сходи, только благодарение даст слез. Господи, как ты все делаешь. Человек прямо, и лицо разгладилось, совершенно другой человек. Вот как Бог делает. И поэтому относительно школы я хотел вас утешить. Разговор будет дальше. И через это что-то Бог хочет сказать. Еще в советское время, там, Перновский кто-то мне писал. Они учили детей в Москве на дому, а экзамены сдавали. Но выбейтесь до конца, чтобы школа была. Тут было по интернету никаких интернетов. Школа. И будто бы должен приехать сюда начальник, заместитель этого министра. Это начало только. Подключитесь, молите. Я об этом о школе, молюсь каждый день. И давно молюсь, чтобы Бог дал поселенцам с детьми и не закрыли школу. Бог силен это сделать. Будущее по Теряевке, может, и не за горами уже рядом. И в один день все будет по-другому. Другие будут люди. Вот я вам напоминаю, другие другие, а какие другие, мы такие. Вот приезжают, а мне вот это место нравится. А вот этот дом надо там или сдвинуть, то есть претензии уже на чужое. Это не христианское. У нас был случай один по Теряевке. Приехал один человек и залез в такое место. Ну, там никак, самые большие тополя, там близко не подойдешь. Давай валить все. К нему никто на это место не претендовал. Хотите познакомиться? Вот он, пожалуйста. И фамилия-то Малыш. Гигантское дело сделалось. Свалил все тополя и уже заложил дом. А дальше как Бог даст. Я вчера у него был и сказал, думаешь продавать, то первое я покупаю у тебя. Смешно. Очень даже. Даже и плакать хочется, и не за смех. В будущем никого не будет, только вы будете и все дома ваши. Вот, ваши. А это означает, что здесь будет все время жизнь. Полгода. А полгода будет тишина. Полгода тишина, потому что буду в другом месте. Вот это тишина речь. Это так. Итак, благословен Господь, да преобразится наша дорога за поворотом, благодаря брату Игорю. Так, помни, яму Глушкова засыпать. Только прежде буду выщерпать ведерком, у тебя зять сильнейший такой. И дочка подойдет, и второй сын здесь. Второй-то сын, я о них вместе, о ком говорю, все время. Двоих поминаю. И гляжу, у него изменения есть. Он даже на первый мостик пришел помогать. Ну, и так нет. Так со мной же пришел. Ну, а со мной, так это, разве, плохо? Что с тобой пришел, работа, Бог работает. Я так понимаю. Все у меня.